Пассажирский самолет Пассажирский самолет состоял из двух пилотов и одной стюардессы. Командир воздушного судна – 38-летний Джозеф Рассел Макколи. Его общий налет составлял 6 315 часов. Второй пилот – 25-летний Роберт Гейлорд Эйтнер. Его общий налет составлял 2113 часов. Стюардесса – 22-летняя Лила Агнес Докин. В 9 часов утра по местному времени 10-3 вылетел из Нью-Йорка. Самолет нормально выполнял полет, пока не приземлился в Эль-Пассо, где произошла смена экипажа. Так как в Бербанке погодные условия были плохими, то пункт назначения был изменен на Нью-Холл с пролетом Бербанка без посадки. А в 1 час 46 минут по местному времени с 21 пассажиром и тремя членами экипажа рейс 6001 вылетел из Эль-Пассо. Полет проходил нормально и в 3 часа 14 минут от авиадиспетчера экипажу была передана информация о метеоусловиях в Бербанке. Пасмурное небо с высотой облачности 210 метров, видимость 3 километров и легкий туман. Через 6 минут экипаж получил через радиста компании сообщение от Центра управления воздушным движением в Лос-Анджелесе, согласно которому разрешался пролет Бербанка на высоте 1100 метров. В 3 часа 35 минут диспетчер компании передал, что прежние инструкции остаются пока в силе, так как он не смог получить новые указания от Центра управления воздушным движением. В 3 часа 42 минуты диспетчер передал информацию о погоде в Бербанке по состоянию на 3 часа 30 минут, которая была такой же, как и в 3 часа, разве что высота облачности теперь колебалась от 180 до 210 метров. После чего поступило указание об отмене пролета Бербанка, так как появилась надобность в самолете в этом аэропорту. В Центре управления воздушным движением Лос-Анджелеса получили информацию об этом изменении и разрешили выполнять заход на посадку по приборам. В 3 часа 55 минут экипаж передал, что они находятся над Бербанком на высоте 1066 метров и начинают выполнять заход на посадку, в ответ на что получили информацию о настройке давления высотомера 766 миллиметров ртутного столба и указание переходить на связь с диспетчерской вышкой аэропорта. В 4 часа 6 минут в аэропорту Бербанка через разрывы в облаках увидели, как над аэродромом пролетел Дуглас с включенными сигнальными огнями, выключенными фарами и убранными шасси. После чего в 4 часа 7 минут пилоты в первый и, как оказалось, в последний раз вышли на связь с диспетчерской вышкой и доложили, что не могут увидеть полосу, поэтому направляются на запасной аэродром Палмдейл. Диспетчер подтвердил получение информации, после чего потребовал, чтобы экипаж получил на это разрешение от Центра управления воздушным движением. Однако больше рейс 6001 на связь уже ни с кем не выходил и ни на чьи вызовы не отвечал. Утром в 9 часов 39 минут с диспетчерской вышки разглядели обломки на одном склоне каньона Маклар на удалении 4 километров 400 метров к северо-западу от аэропорта. Изучение места происшествия показало, что выполняя правый поворот с набором высоты, летящий по курсу 110 градусов, 10-3 врезался в гору и полностью разрушился. При этом все находившиеся на борту 24 человека погибли. Изучение уцелевших обломков, а также журналов о техническом обслуживании самолета показали, что до столкновения с горой самолет был полностью исправен и никаких отказов или неисправностей на борту не было. Лайнер ударился о склон с правым креном 20 градусов, а судя по царапинам, рули высоты были чуть отклонены вверх, то есть выполнялся набор высоты. После удара о землю в районе задней перегородки заднего багажного отделения отделилась хвостовая часть фюзеляжа, которая затем чуть скатилась вниз, пока не уперлась о кусты, остановившись в вертикальном положении. Кроме хвостовой части и внешних частей крыла, вся остальная конструкция оказалась полностью охвачена огнем, из-за чего потом мало что можно было опознать. Лопасти воздушных винтов были установлены на угол 30 градусов, что соответствует нормальному рабочему положению. А после удара о землю винты провернулись менее чем на один оборот. Признаков отказа или неисправности двигателя обнаружено не было. Давление на высотомере было установлено правильно, а все ремни безопасности были пристегнуты. Погодный минимум для посадки ночью в аэропорту Бербанка был принят 210 метров. По данным на 3 часа над Бербанком стояла переменная облачность высотой 210 метров, легкий туман и видимость 3 километра. Информация о чем была передана экипажу. Эти погодные условия соответствовали принятому погодному минимуму для Бербанка, то есть допускали выполнять посадку. В 3 часа 30 минут высота облачности стала колебаться между 180 и 210 метров, о чем в 3 часа 42 минуты сообщили на самолет. Однако далее диспетчер компании оценивал высоту облачности на глаз, оценив, что она остается на прежнем уровне, а потому не стал запрашивать новые данные о погоде. Однако по данным отделения бюро погоды в Бербанке на 3 часа 45 минут и 4 часа утра высота облачности уже составляла 120 метров, стоял туман, а видимость упала до 2 километров 400 метров. То есть аэропорт на тот момент фактически не мог принимать самолеты. Но так как диспетчер American Airlines не имел этой информации, то он не стал отменять указания рейсу 60.01 о посадке в Бербанке. Не имея информации о фактических метеоусловиях, пилоты попытались выполнить посадку, но не увидели полосу, поэтому ушли по схеме повторного захода на посадку, выполнив левый разворот. Однако в процессе данного маневра экипаж понял, что не сможет приземлиться в Бербанке, поэтому было сообщено диспетчеру об уходе на запасной аэродром. В данном случае следовало сперва набрать высоту, после чего выполнить правый поворот в сторону Палмдейла. Но пилоты нарушили эту схему, начав выполнять стандартную, которая вообще-то должна была выполняться при следовании еще над полосой. В итоге самолет, отвернув вправо, оказался к востоку от аэропорта в зоне более высокой местности, направляясь прямо на горы Вердугу. Основной причиной происшествия была названа ошибка экипажа, который попытался выполнить уход на запасной аэродром по стандартной схеме, тогда как перед этим уже успел повернуть на такой курс, после которого оказалось невозможно безопасно выполнять стандартную схему ухода. Вторичной причиной стали нарушения в работе диспетчера авиакомпании, который не смог своевременно получить и передать экипажу важную информацию о погоде, из-за чего экипаж оказался в затруднительном положении. 12 февраля 1963 год, 12 часов 40 минут. В аэропорт Майами только что приземлился авиалайнер Boeing 720 авиакомпании Northwest Orient Airlines, который прибыл из Чикаго. Теперь же ему предстоит выполнить рейс 705 из Майами в Портланд с промежуточными посадками в Чикаго, Спокони и Сиэтле. На борт поднимаются 43 человека, 35 пассажиров и 8 членов экипажа. На смену заступил новый экипаж, состоящий из командира воздушного судна, 47-летнего Роя Альмквиста, очень опытного пилота, налетавшего 17 835 часов, но всего 150 из них на Boeing 720. Второго пилота, 38-летнего Роберта Джей Феллера, который налетал 11 799 часов и 1093 часа на Boeing 720. И бортинженера 29-летнего Аллена Фрисона, с общим числом налета 4852 часа. В салоне самолета работают 5 бортпроводников. Рейс выполнялся на самолете Boeing 720B, возраст которого составлял 1 год и 7 месяцев. Но за это время с самолетом произошло два довольно серьезных инцидента. Первый случай произошел 26 января 1962 года, когда при посадке в аэропорту Форт Лодердейла на короткую взлетно-посадочную полосу сломалась правая стойка основного шасси. В результате из-за удара о землю были повреждены закрылки и фюзеляж в районе правой стойки, а также мото-гондолы обоих правых двигателей. Второй случай произошел, когда самолет при посадке столкнулся правой кромкой крыла со стаей птиц. Но несмотря на это, авиалайнер был полностью отремонтирован и готов к вылету. В 13 часов 35 минут рейс 705 вылетел из аэропорта Майами со взлетно-посадочной полосы 27-я левая. После чего, находясь под радиолокационным контролем, выполнил левый доворот в юго-восточный сектор. Далее, руководствуясь полученным от диспетчера Майами контроль радиолокационным вектором, пилоты начали обходить область с ожидаемой турбулентностью, вызванной присутствием в данном районе грозы. Следуя на высоте 1520 метров, по курсу 300 градусов, экипаж запросил разрешение набирать высоту. Майами контроль, заняли 1500, разрешите набор до 7600, Норсвест 705. Норсвест 705, подъем до высоты 7600 разрешаю. В 13 часов 43 минуты диспетчер дал команду подниматься. В ответ самолета передали о левом повороте на 30 градусов и выполнении подъема. Набор высоты выполнялся по курсу 270 градусов. Турбулентность в этом районе описывалась пилотами остальных самолетов от средней до сильной. В 13 часов 45 минут Рейс 705 получил указание переходить на связь с Майамским центром управления воздушным движением. Норсвест 705, занимайте курс 360. Приняли курс 360, Норсвест 705. В 13 часов 47 минут центр в Майами запросил у Рейса 705 его местонахождение и высоту. Второй пилот ответил, что они только что прошли высоту 5334 метра и находятся на удалении 1600 метров от радиомаяка. Это стало последним радиосообщением с борта самолета. По данным параметрического самописца, авиалайнер через 5 минут после взлета столкнулся с сильной турбулентностью, длившейся 3 минуты. Также в процессе набора был выполнен правый доворот на курс 320 градусов. Когда экипаж доложил о прохождении высоты 5334 метра, лайнер выполнял набор высоты с вертикальной скоростью 40 метров в секунду. Затем, спустя несколько секунд, Рейс 705 достиг высоты 5878 метров, но при этом его воздушная скорость упала с 500 до 398 километров в час. Перегрузка быстро сменилась с положительной на отрицательную и за 7 секунд достигла минус 2,8 G. Следуя по курсу 330 градусов, самолет резко перешел в пикирование. Один из свидетелей услышал в небе взрыв, а когда повернулся в ту сторону, то увидел, как на краю облака появился оранжевый огненный шар, который, оставляя за собой полосатый след, помчался вниз и скрылся за деревьями. Это авиалайнер в процессе снижения вышел на закритическую скорость, после чего из-за перегрузок у него оторвались части крыла и хвостовое оперение, а затем начал разрушаться фюзеляж. В 13 часов 50 минут Рейс 705 рухнул в болото Эверглэйс, 59,5 километра юго-запад от аэропорта Маяк. Авиакатастрофа Рейса 705 унесла жизни всех находившихся на борту 43 человек. На тот момент это была крупнейшая катастрофа самолета Боинг-720. Пока через два года ее почти втрое не превзошла катастрофа под Каиром и также с Рейсом 705. По результатам расследования причин катастрофы, комиссия пришла к следующим выводам. Катастрофе привели сразу несколько факторов, особенно высокая турбулентность и характеристики самолета. Попав в мощный вертикальный восходящий поток, самолет перешел в быстрый набор высоты со снижением полетной скорости. Пилоты отклонили штурвалы от себя, чтобы за счет снижения угла подъема носа и снижения вертикальной скорости вновь увеличить воздушную скорость. Однако авиалайнер из-за турбулентности уже потерял устойчивость, поэтому на действия пилотов отреагировал быстрым опусканием носа и переходом в крутое пикирование, в ходе которого достиг предела прочности и разрушился в воздухе от перегрузок. Согласно исследованиям компании-изготовителя самолета Боинг, экипаж мог успеть восстановить контроль над управлением и вывести лайнер из пикирования, но по мнению следователей, в сложившейся ситуации это было уже невозможно. Нельзя исключать, что пилоты не стали предпринимать все возможное для спасения самолета и людей. В окончательном отчете расследования причиной катастрофы рейса 705 было названо сочетание сильной турбулентности и попадание в мощный восходящий поток и сильное смещение штурвала, в результате чего самолет потерял продольную устойчивость с выходом из-под контроля, восстановить который экипаж. Он просто не успел. 9 июля 1982 года авиалайнер Боинг 727-200 авиакомпании Pan American выполнял пассажирский рейс 759 по маршруту Майами, Новый Орлеан, Лас-Вегас, Сан-Диего. На борту самолета находились 145 человек, 138 пассажиров и 7 членов экипажа. Самолетом управлял опытный экипаж, его состав был таким. Командир воздушного судна 45-летний Кеннет МакКалерс налетал 11 727 часов. Второй пилот, 32-летний Дональд Пирс, налетал 6 127 часов. И бортинженер, 60-летний Лео Нун, налетал 19 904 часа. В салоне самолета работали четверо бортпроводников. Боинг 727-200 выполнял регулярный пассажирский рейс 759 из Майами в Сан-Диего с промежуточными посадками в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. Первый этап, Майами, Новый Орлеан, был выполнен без отклонений. После чего в Новом Орлеане экипаж стал готовиться к полету в Лас-Вегас. Всего на борту самолета находились 7 членов экипажа. Один сотрудник авиакомпании «Пан Американ», летевший пассажиром на откидном кресле в кабине пилотов, а также 137 пассажиров в салоне. Перед началом движения экипаж запросил и получил последнюю информацию от системы «АТИС», которая была следующего содержания. Время 1,855 Зулу. Погода 762 метра. Переменная облачность с разорванными. Видимость 9 километров дымки. Температура 3,2. Ветер 2,4-0,4. Тихо. Настройка высотомера 762 миллиметра втутного столба. Сразу после этого в 15 часов 58 минут рейс 759 отъехал от перона. Экипаж занес в используемую авиакомпанией форму расчета следующие данные. Расчетный полный вес 77 тонн 111 килограммов. Угол выпуска закрылков при взлете 15 градусов. Центровка 21,3%. Температура воздуха при взлете 33 градуса по Цельсию. Ветер 320 градусов, полтора метра в секунду. Давление для настройки высотомера 761 миллиметр ртутного столба. Скорость принятия решения ВИВАН и подъема носовой стойки ВИАРН была определена как 255 километров в час, а безопасная скорость взлета ВИТУ 279 километров в час. Над Новым Орлеаном в тот день проходил грозовой фронт, сопровождавшийся умеренными дождями и переменной облачностью. Нижняя граница облаков составляла 910 метров, а верхняя достигала 4600 метров. Видимость на полосе 3200 метров. Экипаж запросил разрешение наследования к взлетно-посадочной полосе номер 10, и авиадиспетчер дал это разрешение. В 15 часов 59 минут второй пилот спросил обновленную сводку о ветре, на что получил данные, что ветер 40 градусов 4 метра в секунду. Следуя по аэропорту к началу взлетно-посадочной полосы номер 10, пилоты выполнили контрольную карту перед взлетом, а в 16 часов 2 минуты диспетчер руления предупредил их о низкой опасности сдвига ветра. Через минуту второй пилот вновь запросил информацию о ветре, на что диспетчер передал. Ветер сейчас 0,70 градусов на 8,6, максимальные порывы 11,6. У нас есть информация о низкой опасности сдвига ветра во всех секторах, и вроде как над нами сейчас проходит фронт, а вы в его середине. Тогда командир воздушного судна сообщил второму пилоту, что им необходимо быстрее набирать скорость, и потому указал отключить во время взлета системы кондиционирования воздуха, чтобы снизить отбор мощности от боковых двигателей. Тем самым повысив режим. Позже в 16 часов 7 минут диспетчер связался с рейсом 956 авиакомпании «Эстерн Эйрлайнс», который заходил на посадку на взлетно-посадочную полосу номер 10, и передал, что по данным от экипажа приземлившегося Боинга, на высоте 30 метров боковой ветер не превышает 5 метров в секунду. В 16 часов 6 минут рейс 759 доложил о готовности к взлету, на что диспетчер разрешил взлет, а затем второй пилот подтвердил получение информации. Это было последнее сообщение с рейса 759. В 16 часов 7 минут рейс 759 начал разбег по взлетно-посадочной полосе номер 10 с курсом 99 градусов на восток. Как позже было определено по записи речевого самописца, значение скорости говорил командир, то есть пилотирование на этом этапе выполнял второй пилот. Пробежав примерно 2100 метров, лайнер с выпущенными на 15 градусов закрылками оторвался от взлетно-посадочной полосы и с углом тангажа 7 градусов начал набор высоты. Все свидетели отмечали, что этот этап прошел без отклонений, но приподнявшись примерно на 38 метров над землей, самолет вдруг стал снижаться. Нос был круто задран вверх, чтобы увеличить скороподъемность, но это не помогло, поэтому пилоты наоборот перевели самолет в горизонтальный полет, чтобы таким образом увеличить воздушную скорость. Но снижение от этого не прекратилось. В 16 часов 9 минут в 724 метрах от торца взлетно-посадочной полосы еще до границы аэропорта и на высоте 15 метров над землей рейс 759 левым крылом врезался в три дерева. Удар значительно повредил крыло, после чего лайнер, быстро входя в левый крен, пролетел над ограждением аэропорта и над примыкающей к ней автодорогой. И в 1410 метрах от торца взлетно-посадочной полосы номер 10 летящий по курсу 89 градусов рейс 759 врезался в деревья и дома в жилом квартале, примыкающего к аэропорту города Кеннер пригорода Нового Орлеана. А затем с левым креном 105 градусов ударился о землю, взорвался и полностью разрушился. Все 145 человек на его борту погибли. Также на земле самолет снес 6 домов, при этом погибли 8 местных жителей и еще 16 получили ранения. Таким образом, всего в катастрофе погибли 153 человека. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Луизианы, а также одна из крупнейших в истории авиации Соединенных Штатов Америки. Расследование причин катастрофы рейса 759 проводил Национальный совет по безопасности на транспорте. Окончательный отчет расследования был опубликован 21 марта 1983 года. Согласно отчету, во время взлета самолет попал в микропорыв, приведший к сдвигу ветра. Вместе с нисходящим воздушным потоком и снижением встречного ветра это привело к потере высоты, а экипаж не успел опознать это и предотвратить до столкновения с деревьями. Катастрофе способствовал такой фактор ограниченных возможностей наземного оборудования по определению небольших микропорывов, что могло бы влиять на оценку авиадиспетчеров и пилотов по определению опасности сдвига ветра. 2 июля 1994 года авиалайнер Макдональд Дуглас DC-9 авиакомпании USAIR выполнял плановый внутренний рейс 10-16 по маршруту Колумбия-Шарлотт. На борту самолета находились 57 человек. Авиалайнер выполнял внутренний рейс протяженностью 150 км и расчетной продолжительностью 35 минут. Экипаж состоял из командира, второго пилота и трех бортпроводников. На борту самолета находились 52 пассажира. В 18 часов 10 минут, согласно с расписанием, DC-9 вылетел из аэропорта Колумбия. Полет прошел без происшествий до подхода к Шарлотт, где наблюдался грозовой фронт в непосредственной близости от аэропорта. В 18 часов 35 минут экипаж установил связь с диспетчером подхода, который передал USAIR 10-16, сохраняйте 1200, полоса 1-8 правая, поворот на 10 градусов вправо, снижайтесь и занимайте 610 метров. Курс для визуального захода на посадку 1-8 правая, 3 сотни. Командир подтвердил получение информации. В это время сами авиадиспетчеры на вышке аэропорта Шарлотт заметили, что в южной части аэропорта идет очень сильный дождь, поэтому диспетчер подхода западного сектора радировал рейсу 10-16. USAIR 10-16, у нас в южной части аэродрома идет сильный дождь, поэтому подход будет по курсоглиссадной системе. Также поправка относительно высоты, сохраняйте 910 метров. В 18 часов 39 минут авиадиспетчер подхода вновь связался с рейсом 10-16 и дал указание. USAIR 10-16, полоса 1-8, разрешается посадка следом за самолетом Fokker 100. На это с Дугласа ответили. Был бы благодарен за информацию о фактической погоде от экипажа самолета Fokker 100. За несколько минут до этого экипаж самолета Fokker 100 рейса 984 авиакомпании USAIR совершил благополучную посадку. Экипаж рейса 984 сообщил, что посадка прошла плавно и без особых проблем. Диспетчер довел эту информацию до рейса 10-16. По информации АТИС на 18 часов 36 минут над аэропортом Шарлот в это время стояла переменная облачность. Видимость достигала 9 километров, шла гроза с ливневым дождем, дымом. Однако на момент подхода рейса 10-16 эта информация еще не была передана самолетам в районе аэропорта. Дождь шел стеной, а видимость в нем не превышала 400 метров. Экипаж рейса 984, который приземлился перед рейсом 10-16, сообщал о нормальных погодных данных при посадке, но в процессе руления к стоянке погода значительно ухудшилась. В 18 часов 40 минут диспетчер вышки передал предупреждение о сдвиге ветра для всех самолетов, но на другой радиочастоте, чем та, что использовалась экипажем DC-9. Рейс 10-16 до входа в Глиссаду подходил ко взлетно-посадочной полосе слева под углом 45 градусов, следуя в условиях сильного дождя и периодически попадая в воздушные ямы. Командир, понимая, что его самолет находится в серьезном затруднительном положении, попытался прервать посадку. На высоте около 60 метров командир увеличил обороты двигателя и потянул штурвал на себя, после чего лайнер стал подниматься, но затем отклонился вправо и быстро начал терять высоту. В 18 часов 42 минуты самолет DC-9 приземлился в поле в пределах границы аэропорта в 660 метрах к юго-западу от торца взлетно-посадочной полосы 18-я правая. Проехав 240 метров, отклоняясь влево, самолет пробил забор аэропорта, выехал на жилую улицу и врезался в деревья. Самолет разломился на 4 части и загорелся. Через 5 минут после катастрофы прибыли спасательные службы. При ударах о деревья и разрушении самолета оба пилота получили серьезные травмы, но выжили. Все три бортпроводника также были ранены. 32 пассажира погибли при разрушении фюзеляжа. Еще 5 задохнулись в пожаре. Такому большому числу жертв способствовало то, что разрушавшийся салон завалило обломками. Все аварийные выходы завалило, поэтому пассажиры выбирались наружу только через разломы в фюзеляже. В катастрофе погибли 37 пассажиров, а остальные 15 пассажиров и 5 членов экипажа получили ранения. Также обломками зацепило 4 человека на земле, но они практически не пострадали. Расследованием причин катастрофы рейса 10-16 занялся Национальный совет по безопасности на транспорте США. Окончательный отчет расследования НТСБ был опубликован 4 апреля 1995 года. Следователи пришли к мнению, что катастрофа в Шарлотте произошла из-за следующих факторов. Экипаж принял решение продолжать выполнять заход на посадку при сложных погодных условиях, предрасположенных к созданию микропорывов. Пилоты не распознали своевременно сдвиг ветра и опасность ситуации. Информация об опасных погодных условиях и сдвиге ветра не передавалась в режиме реального времени. Диспетчеры не доводили ее своевременно до экипажей, поэтому в условиях быстро развивающейся грозы и попадании в микропорывы не был своевременно начат уход на второй круг. Сопутствующими факторами были названы отсутствие контроля за работой диспетчерской службы аэропорта, В том числе авиадиспетчер не запрашивал информацию от погодного радиолокатора и не передавал ее экипажу самолета. Наблюдатель на диспетчерской вышке аэропорта не доводил до диспетчеров всех секторов и не проконтролировал, что они знают и сообщают экипажам своевременную информацию о горизонтальной видимости, а также о высоком уровне опасности сдвига ветра. Составленные в авиакомпании «USAIR» процедуры не соответствовали установленным стандартным процедурам действий, недостатке программы предупреждения о сдвиге ветра, которая не предупредила об опасности при входе в микропорывы. 15 апреля 2002 года авиалайнер Boeing 767-200 авиакомпании «Air China» выполнял плановый рейс 129 по маршруту «Пекин-Пусан». На борту самолета находились 166 человек, 155 пассажиров и 11 членов экипажа. В 8 часов 37 минут, задержавшись на 17 минут, Boeing 767 вылетел из пекинского аэропорта Шоуду и взял курс на Пусан, Республика Корея. Весь полет проходил без отклонений. Согласно записи речевого самописца, примерно за полчаса до посадки, в 10 часов 49 минут, экипаж через систему «АТИС», служба автоматической передачи информации в районе аэродрома, получил информацию о погоде, согласно которой видимость составляла 3200 метров. В 10 часов 50 минут второй пилот провел брифинг по подходу, который включал в себя указания используемой взлетной полосы, типа подхода и высоту принятия решения. Однако ряд важных параметров, таких как схема захода, удерживаемая высота до входа в глиссаду, используемое навигационное оборудование аэропорта и минимальная абсолютная высота в данном секторе, не были названы. Контрольная карта по подходу была выполнена в 10 часов 56 минут. В 11 часов 6 минут диспетчер Ким Хе Подход дал указание взять курс 190 градусов и снижаться до высоты 1800 метров. Рейс 129 находился в 59 километрах северо-западнее радара Ким Хе на высоте 5180 метров. В это время диспетчер повторил информацию и указал, что посадка будет осуществляться на взлетно-посадочную полосу 36-я левая прямым заходом, что было подтверждено экипажем. В 11 часов 8 минут диспетчер запросил у рейса 129 категорию посадки. Второй пилот сказал категорию о посадке Чарли, что третий пилот и передал диспетчеру. В это же время система АТИС передала информацию, но на речевом самописце она не зафиксировалась. В 11 часов 9 минут диспетчер сообщил рейсу 129 о смене взлетно-посадочной полосы на 18-ю правую. Фактически это та же полоса 36-я левая, но обратным курсом. В связи с чем на высоте 5180 метров требовалось взять курс 210 градусов. В 11 часов 9 минут второй пилот сообщил всем в кабине заход по кругу на 18-ю правую. Тогда третий пилот доложил диспетчеру заход по кругу 18-я правая Air China 129. В это же время диспетчер переспросил по какой категории рейс 129 осуществляет заход Чарли или Дельта. Командир сказал, что Чарли, поэтому третий пилот доложил Чарли, Air China 129. С 11 часов 10 минут по 11 часов 12 минут командир и второй пилот обсудили посадку на взлетно-посадочную полосу 18-я правая. В частности, обговорили, что минимальная высота при выполнении разворота должна быть 213 метров, так как со стороны захода находятся горы. В 11 часов 13 минут командир заметил, что идет дождь, хотя никаких данных АТИС о дожде экипаж не получал. Второй пилот выпустил закрылки в положение первое. В это время авиалайнер достиг высоты 1800 метров, поэтому диспетчер дал указание взять курс 160 градусов, а спустя одну минуту дал указание взять курс 90 градусов. В 11 часов 15 минут командир опять проворчал по поводу дождливой погоды и дал указание довыпустить закрылки, на что второй пилот сообщил об установке закрылков на 5 градусов. В 11 часов 16 минут диспетчер подхода передал, Air China 129, поворот левый, курс 30 градусов, следовать на радиомаяк ИЛС полосы 36-я, затем полет по кругу к полосе 18-я правая, сообщите о наблюдении полосы. Командир повторил указание диспетчера, после чего третий пилот подтвердил диспетчеру получение информации. Спустя минуту второй пилот сообщил, что спуск надо ускорить, а радиомаяк захвачен. Когда командир спросил, надо ли им сохранять текущую высоту, второй пилот сказал, что нет и следует снижаться до 213 метров. В 11 часов 17 минут речевой самописец зафиксировал звук выпуска шасси, а командир дал команду снижать скорость из-за сильного ветра и выпустить закрылки на 20 градусов, что сразу было и выполнено. В 11 часов 17 минут лайнер летел на высоте 673 метров с приборной скоростью 324 км в час, когда диспетчер подхода дал указание снижаться до 213 метров, что третий пилот и передал остальным пилотам в кабине. В 11 часов 18 минут диспетчер подхода потребовал у рейса 129 сообщить о наблюдении полосы. Командир сказал, что наблюдает полосу, о чем третий пилот и сообщил диспетчеру. В этот момент высота полета рейса 129 составляла 290 метров при приборной скорости 293 км в час. После диспетчер подхода проинструктировал «Air China 129, связь с вышкой 1.18.1, круг на запад». Третий пилот на это подтвердил лишь получение информации о выполнении разворота к взлетно-посадочной полосе 18 правая, не назвав переход на частоту вышки, а диспетчер его не поправил. Затем по указанию командира второй пилот отключил автопилот и начал управлять самолетом в директорном режиме. В 11 часов 18 минут была достигнута высота 213 метров, поэтому командир дал указание сохранять ее. Лайнер летел курсом 347 градусов на высоте 205 метров с путевой скоростью 293 км в час с левым креном 16 градусов. В 11 часов 19 минут прозвучало предупреждение об уходе с глиссады, поэтому второй пилот сказал третьему пилоту, чтобы тот отключил ИЛС, а командир сказал сохранять наблюдение за полосой. Второй пилот ответил «Поворот», а затем «Снова поднимаемся, сохраняем текущую высоту 213 метров, посадочный курс». Сразу после этих слов был перезапущен автопилот. Диспетчер подхода проинструктировал снова «Эйр Чайна 129, связь с вышкой 1.18.1». Третий пилот ответил «Вышка контакта 1.21.1.18.1. Хорошего дня, Эйр Чайна 129». По прямой линии диспетчер подхода предупредил основного диспетчера на вышке о рейсе 129, однако рейс 129 на связь с вышкой не перешел. Вместо этого в 11 часов 20 минут командир спросил второго пилота, наблюдает ли тот траверс полосы, на что тот ответил положительно. Диспетчер на вышке в это время пытался вызвать рейс 129 на аварийной частоте 121,5 МГц. Это Ким Хэвышка на связи «Эйр Чайна 129, если слышите меня, связь на 1.18.1». В 11 часов 20 минут, перешедший на частоту 118,1 МГц, третий пилот ответил «Ким Хэвышка, Эйр Чайна 129, разворачиваемся для захода на 18-ю правую. Второй пилот одновременно с ним заметил, ветер слишком сильный, очень трудно лететь. Авиалайнер в это время проходил по курсу 11 градусов, траверс торца полосы 18-я правая, с приборной скоростью 290 км в час. Спустя 13 секунд командир сказал о начале выполнения разворота, а затем сообщил, что взял управление на себя. Диспетчер запросил у экипажа подтвердить выполнение базового разворота, на что командир сказал, что они поворачивают вправо, после чего диспетчер дал разрешение на посадку. «Эйр Чайна 129, проверьте выпуск шасси, ветер на 1210, 9 метров в секунду, посадка разрешена». В 11 часов 20 минут командир дал указание выпустить закрылки на 30 градусов, а затем полностью. Далее он отключил автопилот и начал выполнять разворот вручную. В это время с экипажем связался вспомогательный диспетчер наземного контроля, который уточнил, что посадка будет на полосу 18-я правая. Одновременно с этим командир дал указание снизить скорость. Авиалайнер в этот момент проходил курс 350 градусов с приборной скоростью 292 км в час. Далее вспомогательный диспетчер спросил «Эйр Чайна 129, вы готовы садиться?», на что экипаж ответил о готовности. Рейс 129 в это время с правым креном 23 градуса проходил курс 7 градусов с приборной скоростью 281 км в час. Также диспетчер подхода спросил у диспетчера на вышке, будет ли выполняться посадка, но его на вышке не услышали. Не расслышав подтверждение от экипажа в 11 часов 20 минут, вспомогательный диспетчер спросил «Эйр Чайна 129, повторите ваше решение», но ответа уже не прозвучало. В это же время на борту Рейса 129 второй пилот предупредил командира о необходимости сохранять высоту, на что тот ответил «Помоги мне найти посадочную полосу». Второй пилот еще раз сказал, что полет трудный и необходимо сохранять высоту. В 11 часов 21 минуту диспетчер запросил у Рейса 129 доложить о их местонахождении, на что третий пилот сообщил, что выполняют третий разворот. Тут второй пилот поправил третьего, что самолет уже на четвертом развороте, поэтому третий пилот сообщил, что Рейс 129 уже на последнем развороте. Командир спросил, видит ли кто-нибудь полосу. На это второй пилот ответил, что полосы не видно и что надо уходить на второй круг, но командир ничего не ответил. Второй пилот, вероятно, увидел перед ними лес, потому что закричал «Вверх, тяни вверх!». Авиалайнер начал поднимать нос, но при этом пилоты не успели увеличить режим работы двигателей. И одновременно диспетчер доложил, посадка разрешена на 18-ю правую. В 11 часов 21 минуту летящий по курсу 149 градусов с правым креном 26 градусов Рейс 129 с приборной скоростью 231 км в час врезался в покрытый лесом склон горы Тодки на высоте 214 метров над уровнем моря в 4,5 км от торца взлетно-посадочной полосы 18-я правая аэропорта Кимхэ. Первой в деревья врезалась правая плоскость, которая полностью оторвалась. Промчавшись сквозь деревья 200 метров, лайнер полностью разрушился и загорелся. На месте погибли 127 человек, 8 членов экипажа, 2 и 3 пилоты и 6 стюардесс и 122 пассажира. Еще 2 пассажира умерли в больницах, один на следующий день, другой через 17 дней, увеличив общее число погибших до 129. Выжили 37 человек, 3 члена экипажа, командиры 2 стюардессы и 34 пассажира, которые находились в эконом-классе. Все получили тяжелые травмы и ожоги. Расследованием причин катастрофы рейса 129 занялось Корейское бюро по расследованию авиационных происшествий. Окончательный отчет расследования был опубликован 4 марта 2005 года. Было установлено, что наиболее вероятной причиной катастрофы стали ошибки экипажа. В частности, пилоты выполняли заход на посадку и не стали уходить на второй круг, зная при этом, что погодные условия ниже метеорологического минимума, установленного для данного типа самолета. Хотя этот минимум указан в правилах и учебных пособиях авиакомпании AirChain. Кроме того, из-за плохого взаимодействия между пилотами, основной разворот для захода на взлетно-посадочную полосу 18 правая был сделан позже и за пределами зоны подхода. Когда пилоты потеряли взлетную полосу из виду, они должны были уходить на второй круг. Лишь за 5 секунд до катастрофы второй пилот сказал командиру, что надо прервать заход на посадку. Но тот ничего на это не ответил. А второй пилот не начал самостоятельно выполнять уход на второй круг. 5 мая 2007 года авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании Kenya Airways выполнял регулярный международный рейс 507 по маршруту Абиджан-Дуала-Найроби. На борту самолета находились 114 человек, 108 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолетом управлял опытный экипаж, состав которого был таким. Командир воздушного судна 52-летний Фрэнсис Оамеа. Второй пилот 23-летний Эндрю Киуру. Также на борту самолета находился бортинженер Уильям Кисилу, который летел пассажиром и 6 бортпроводников. 4 мая 2007 года в 18 часов 30 минут по местному времени лайнер отъехал от перрона и в 18 часов 45 минут вылетел из Абиджана в Дуалу. Полет прошел без отклонений и в 22 часа 1 минуту рейс 507 приземлился в аэропорту Дуалу. Лайнер остановился на стоянке Чарли 7 и остановил двигатель, а через некоторое время к лайнеру прибыл и обслуживающий персонал. У экипажа при этом по самолету никаких замечаний не было. Также в Дуале сошли 38 пассажиров. Спустя 20 минут с момента остановки двигателей началась посадка пассажиров. По плану вылет в Найроби должен был быть выполнен в 23 часа ровно. В баке самолета было залито 9,5 тонн авиатоплива. Также в Дуале в салон к уже имевшимся 17 пассажирам из Абиджана сели еще 91 пассажир. Всего на борту лайнера находились 114 человек, 108 пассажиров и 6 членов экипажа. В 22 часа 47 минут экипаж получил от диспетчера информацию о погоде. Температура воздуха 27 градусов, точка росы 25. В 23 часа 20 минут экипаж кенийского лайнера сделал запрос на запуск двигателя, на что диспетчер дал разрешение. Однако через 17 минут экипаж рейса 507 доложил, что пока прерывает запуск и будет ждать прекращения ливневого дождя. В 23 часа 54 минуты с рейса 507 сделали новый запрос, на что получили повторное разрешение на запуск. В 23 часа 58 минут командир сообщил, что все системы работают нормально, после чего второй пилот зачитал контрольную карту перед рулением, после чего в 23 часа 59 минут командир запросил у диспетчера разрешение на руление, на что диспетчер попросил пока подождать. В процессе ожидания с диспетчером связался экипаж рейса 287, который также ожидал вылета и, ведя диалог на французском языке, запросил обновленную погоду, на что диспетчер передал. На вопрос от марокканского экипажа, как долго продлится гроза, диспетчер ответил, что возможно и до утра. Далее, уже на английском языке, диспетчер дал разрешение кенийскому рейсу 507 следовать к полосе 12. Второй пилот, в свою очередь, передал, что на борту находится 114 душ, а расчетная продолжительность полета 5 часов 45 минут, после чего в 0 часов лайнер начал движение. Второй пилот включил свой метеолокатор и начал зачитывать контрольную карту перед взлетом, а также запросил у диспетчера разрешение на взлет со взлетно-посадочной полосы 12 и следование в Найробе на 370 эшелоне с позывным Кения 507, на что диспетчер дал указание связаться с ним перед взлетом. Далее, в 0 часов 4 минуты, командир связался с диспетчерской вышкой. Вышка это Кения 507. После взлета мы хотели бы изменить курс влево от маршрута для обхода грозы. Второй пилот поправил командира, что надо следовать правее, поэтому командир уточнил запрос. Простите, чуть правее. Диспетчер разрешил такое изменение курса. Пилоты обсудили между собой детали и определили курс взлета как 118 градусов. Скорость набора высоты 277 км в час. Режим тога должен быть включен, а режим двигателей Н1 определен как 99%. После чего в 0 часов 5 минут Боинг начал разбег по взлетно-посадочной полосе. В это время самолетом управлял командир. В 0 часов 5 минут прозвучала сигнализация достижения скорости ВИВАН, скорость принятия решения, что подтвердил второй пилот. А через 3 секунды второй пилот сказал Командир потянул штурвал на себя, подняв тем самым носовую стойку. И ровно в 0 часов 6 минут лайнер оторвался от взлетно-посадочной полосы 12. На 9 секунде с момента взлета шасси были убраны. Также самолет начал поворачивать вправо, но командир парировал это отклонение штурвалом влево, после чего вернул штурвал в нейтральное положение. Хотя едва заметный правый крен величиной в 1 градус все же сохранялся. В 0 часов 6 минут была пройдена высота 300 метров, при этом никаких отклонений в управлении не наблюдалось. На 26 секунде полета, согласно бортовому самописцу, высота составляла 347 метров, курс 118, тангаж 15 градусов и скорость 303 км в час. Командир сказал о занятии нового курса, что второй пилот подтвердил, после чего был выполнен доворот вправо с курса 118 на 132 градуса, а затем командир сказал, что будет сохранять такое направление, после чего поворотом руля направления был совершен доворот на курс 139 градусов. На 40 секунде с момента взлета на высоте 487 метров и при скорости 337 км в час экипаж начал увеличивать режим двигателя, а также уменьшать правый крен. Автопилот при этом не включался. Спустя 5 секунд второй пилот спросил, по-прежнему ли они в крене, на что ответ был положительным. После чего на 48 секунде крен составлял 15 градусов вправо, руль направления был отклонен влево. Затем за датчик курса автопилота был установлен на 120 градусов, при этом правый крен увеличился уже до 20 градусов. Далее на 65 секунде полета командир сказал, что подтвердил второй пилот. А еще через 4 секунды второй пилот спросил, не сбились ли они с курса, после чего на автопилоте курс был изменен со 120 на 165 градусов. На 72 секунде полета командир спросил, правильные ли настройки выставлены. На что второй пилот ответил утвердительно. Затем лайнер на скорости 370 км в час поднялся до высоты 822 метров, когда правый крен уже достиг 34 градусов, а через секунду сработала сигнализация о предельно допустимом крене. Пытаясь исправить крен, руль направления был сперва отклонен на 22 градусов вправо, затем на 20 градусов влево, а после на 45 опять вправо, а потом уже на 11 влево. Но из-за этих действий правый крен только еще больше увеличился. Затем на высоте 844 метров на 83 секунде полета без какой-либо команды был активирован автопилот. Правый крен в этот момент уже достигал 50 градусов. Через 5 секунд руль направления снова энергично начал отклоняться сперва вправо, потом влево, а потом опять вправо. При этом командир воскликнул. Мы же разобьемся. Следом второй пилот сказал. Право, мы заваливаемся вправо, командир, вправо. Правый крен на 89 секунде полета уже достиг 70 градусов. Пилоты начали отклонять штурвал влево, но при этом правая педаль руля направления продолжала оставаться нажатой. На 91 секунде полета на скорости 407 километров в час лайнер поднялся до высоты 883 метра, но правый крен уже превысил 80 градусов, а через 2 секунды достиг прямого угла 90 градусов, из-за чего подъемная сила быстро упала и лайнер начал терять высоту. Второй пилот крикнул. Право, командир, левее, 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 исправляй влево. Но рейс 507 уже вошел в штопор с быстрой потерей высоты, и всего через несколько секунд в 0 часов 7 минут на скорости 531 километр в час врезался в болото. После исчезновения рейса 507 с радаров были начаты его поиски. Место падения рейса 507 было обнаружено только 6 мая в 17 часов 30 минут на берегу реки Дибамба близ южной границы Дуалы и всего в 5,5 километрах юго-восточнее аэропорта вылета. От удара лайнер полностью разрушился. Все 114 человек на борту лайнера погибли. По состоянию на 2022 год, это крупнейшая авиакатастрофа в Камеруне и вторая крупнейшая авиакатастрофа в истории авиакомпании «Кения Эйрвейс». Расследованием причин катастрофы рейса 507 проводила комиссия управления гражданской авиацией Камеруна. Окончательный отчет расследования был опубликован 28 апреля 2010 года. Согласно отчету, причиной катастрофы стали многочисленные ошибки экипажа. При полете ночью над местностью без видимых наземных ориентиров, а также не анализируя ситуацию по приборам, пилоты потеряли ориентацию в пространстве. Самолет при этом в течение продолжительного времени заваливался во всеувеличивающийся правый крен, который вскоре достиг предельного значения. Пилоты попытались исправить ситуацию, но, будучи дезориентированными в пространстве, только усугубили ее, после чего потеряли контроль над самолетом. Во многом этому способствовало плохое взаимодействие внутри экипажа, а также путаница в использовании автопилота. Руководство авиакомпании Kenya Airways сделало ряд замечаний по поводу отчета, хотя в целом согласилось с мнением комиссии. Русские субтитры создавал DimaTorzok